Сегодня мы покажем результат исправления прикуса. У пациентки открытый прикус, соотношение первых маляров по второму классу Энгли, скучное положение фронтальных зубов в верхней и нижней челюсти. На верхней челюсти значительный дефицит места и сужение челюсти, что привело к неправильному положению всех передних зубов. Экспозиция и супропозиция зубов 1-3-2-3, эндопозиция зубов 1-2-2-2, поворот зубов 1-1 и 2-1. На момент лечения пациентке было 12 лет. Наиболее эффективное ортодонтическое лечение в период детского и подросткового возраста. В период сменного прикуса для его исправления используют съемные ортодонтические аппараты, например, миофункциональный тренер и ортодонтические пластинки. После прорезывания всех постоянных зубов лечение проводится с применением брекет-системы, как в случае нашей пациентки. Ей установили самолигирующие брекеты. Перед фиксацией произвели электрокоагуляцию десны зуба 1-3. Из-за значительного дефицита места и коррекции второго класса Энгли было проведено ортодонтическое удаление зубов 1-4 и 2-4. Клыки, даже которые находятся в неправильном положении, никогда не удаляем. Они очень важны в эстетическом и функциональном плане. На них возлагается серьезная жевательная нагрузка, и ни один соседин с клуком зуб не может взять для себя его функцию. Лечение проводилось с последовательной заменой дуг и раскрывающихся пружин. Промежутки после удаления зубов закрывали эластичными цепочками. Также применяли межчелюстную эластичную тягу для коррекции смыкания зубов. После достижения запланированного результата, спустя 16 месяцев ортодонтического лечения снимаем брекеты. И для удержания зубов в правильном положении устанавливаем ретейнеры на верхнюю и нижнюю челюсть. Видео про фиксацию ретейнера прикрепили в описании. Спасибо за просмотр! На нашем канале мы выкладываем различные видео про стоматологию. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное!